Всем доброе утро! Наконец-то в лесу расцвело и я могу полноценно снимать. Сегодня я приехала очень рано. Крайний раз, когда мы были в лесу, мы закрыли сезон мухоморов, то есть наших яичных грибов. Но оказалось, что не закрыли. Или не до конца. Видимо пошла вторая волна. И сегодня очень-очень рано утром я приехала в лес, еще было очень темно. И это не помешало мне найти грибы даже в темноте. И вот сейчас, когда расцвело, сейчас я вам покажу свою корзинку. Это полная-полная корзина яичных грибов Цезаря. И заметьте, что я отрезаю его от ножки для того, чтобы все это вместилось у меня в корзинку. Здесь поделенные шляпки и ножки отдельно. Но помимо этого, помимо цезарских грибов, встречается печенка я ее не беру. Ее очень много. Опять пошли пурпурно-розовые боровички. Парочку я нашла. Сейчас вот это вот я где-то спрячу в лесу. И так как тара полная, а к машине идти очень далеко, я оставлю это здесь. И буду собирать уже в пакет. Потому что на других емкостей я не брала. Я просто не ожидала, что настолько быстро. Вот смотрите, расцвело, наверное, час назад было еще темно. То есть я за час, получается, буквально в пять приехала, зашла, сейчас шесть утра. Сейчас уже достаточно светло можно снимать, но я уже с полной корзинкой. Сентябрь месяц. Пошла вторая волна грибов. Не то, что удивлена, я поражена, я в восторге. Это, конечно, счастье. Прячем корзиночку, забиваем геолокацию на нее, так, чтобы не тащить это все в машину, не тратить время впустую. И идем дальше. Я думаю, сегодня будет очень хороший улов, очень крупный. Начало многообещающее просто. Вот и очередные красавчики. Теперь-то я вас буду снимать уже светло. Смотрите, какие они молоденькие. Одно яичко, и второе. Здесь просто листочек. Мухомор Цезаря. Или Кесарев Гриб. Кесарята, малыши. Самый съедобный из всех мухоморов. Запекается, жарится, маринуется. Белое отделяется, оно нам не нужно. Пленочка, в которой он рождается. Забираем с собой вот эту часть. Считается деликатесом, кстати. Ну и второй. Очень красивые грибы. Самые ценные у нас на Кубани. Класс. Самый съедобный из всех мухоморов. Видите, желтые пластины, желтая ножка, желтая юпа и красно-оранжевая шляпка. Помидор. Как же мы вовлю сегодня приехали. Смотрите, вторая волна только начинается. И грибочки ну совсем молодые. Ну прям пирожочки, я не знаю, как их назвать. Прям сухо, жарко, но они прям толкаются из земли. Проклевываются. Замечательно. А вот так растет печеночный трутовик. Или гриб печень, или тещин язык. Все по-разному его называют. Это вкусный, тоже съедобный. Вид древесных трутовиков. На вид он, правда, как печень, мягкий такой. Сочится из него красный сок, мякоть в него красная. Гриб очень кислый, поэтому требует вымачивания. Очень вкусные в закваске, засолке. Кто-то маринует его, я делаю с ним салаты по-корейски. Сегодня мы их не берем, их очень много. В принципе, в достатке. Поэтому можно обойтись другими грибами, их тоже сегодня много. А здесь мы видим самый натуральный кесарев гриб. Яичный гриб, мухомор цезаря, который сейчас находится в стадии своего рождения. вот такая вот красота, чудо природы. Красивый грибок. А здесь смотрите, что творится. Совсем молодежь. Маленькая, не видно его, лезет. И яйца, яйца прям по кругу. Красота какая. Маленькая красота. Смотрите, малыш прям. Сразу их почистим. По запаху. Получается четыре хороших с этой полянки. Остальные вонючие. Не буду я их брать. Запах у них уже селедочный. Мне не очень по душе. Получается вот хорошие. И еще один вот такой красивый печеночный гриб. Обалденный. Правда? Скажите, какая красота. Мясистый, чистый, свежий, молодой. Красота. Просто правда как орган печень. Сейчас его сезон начинается. И сейчас этих грибов в лесу очень много. Они растут в основном в корнях, в дуплах дубов. Ну и не только на дубах встречаются. Сейчас уже много на каких деревьях. Они поражают так же, как и опята. Это гриб-паразит. Разрушает древесину. Но действует он, конечно, более мягко, чем опенок. Вот как вы можете видеть, грибов много, но они уже порченные. Уже плохие. То есть это говорит о том, что грибам жарко. Они выросли пару дней назад, может вчера, позавчера и уже портятся. Их просто никто не нашел. И портятся они в основном на солнышке. Теневой частью леса гриб стоит отлично. молодой, свежий, чистый. Здесь прям парочка молоденьких тенечки стоит. Кесарята проклевываются. Один и второй. Как помидорчик красивый. Грибов действительно много сегодня. И мы просто вовремя. Правда, хорошие грибы. На солнышке прям они уже пледнеют, портятся, начинают. Поэтому надо брать здесь и сейчас. А еще я люблю Цезарь из-за того, что их видно издалека. Десет их яркого окраса. По-моему, он даже не один. Скоро придется второй пакет доставать. Ну да, в зарослях ножа. Ножище прям такая. здоровый. Второй рядышком. Все, пакет. Корзинка уже полная. Есть пакеты. Да, пакеты, конечно, это не есть хорошо для грибов. Они могут потеть, слепаться, запариваться. Но мы сделаем сегодня все очень быстро и довезем их с охраны. Увидела этот, побежала, представляете, чуть не наступила. Под ногами еще несколько. Вот они стоят, красавцы, спрятались в травке. Представляете, красота какая. Согласитесь, какая здоровская привычка ходить утром рано в лес, чтобы собрать самый свежачок. Представляете, какая красота. Самые вкусные грибы на рассвете. Самые лучшие. Пока никого нет в лесу конкурентов. гриб кого нашла. Беленький уже выкрутила. Думаю, что за гриб? А он чистый, представляете? Белый бронзовый гриб. Чистяк. Начинается потихоньку белый бронзовый у нас. Шикарно. Зашла на второй заход. А здесь, в другой стороне, белые, белые, бронзовые. Один, два. Смотрите, сейчас покажу. Картинка просто. Закачаешься. Свет отсвечивает, конечно. На дороге прям один. Второй. Чуть поели его. И третий. Но это ж не конец. Смотрите, мягкий, конечно, уже такой поджарился на солнышке. Это ж не конец. Вот они идут, дорожка там, там. А вот еще один, кстати. ой, такие люблю прям. По-моему, старенькие уже. Наверное, тут целая полянка их портится тут без меня на солнышке. Это уже испортился. Это тоже так себе. вот видите, состояние такое себе. Но белый. Сам факт. Издалека я увидела вот этот вот. И почему туда пошла. Он тоже здесь не один, как бы. Вот красавчик прям такой тверденький, хорошенький. И еще один. Тут прям хороший. Вот. А ну-ка, давайте выкрутим, посмотрим их состояние. Один я там нашла, когда шла к машине. Вот они все подпеченные. Я не знаю, может, где-то в тенечке удастся найти посвежее экземпляры. Но вот такие, в принципе, даже вот если они не червивые особо, пообрезать, да на сушку забрать. Милое дело. Вот такой сегодня, ребята, ассортимент. Вы понимаете, радость-то какая. Грибы пришли на Кубань. Здорово. Такие вот получились. Пакетики немножко пообрезала. Можки червивые в труху. Ну, на сушку вот, я говорю, обрезки. Нормально. Не червивые. Цезарь рядышком нашла тоже. Нормальные по кондиции. В траве на солнце. Такие вот они прям видно, что если гриб плохой, мокрый становится. Такой уже не возьмешь. Здесь прям полянка. Да некоторые уже пропадали. Смотрите, вон два. Вот эти хорошие два. Эти плохие рядышком. Тут хорошие. Получается один ухомор, два, три, четыре, пять, шесть. Полукругом. Да, вон еще один получается кольцо. Видим круга. еще рядышком не заметила. А ну-ка идем смотреть. Тропинки выбрались. Два помидорчика и тут два. Чуть не прошла их. Конечно же забираем такие. А это как для тех, у кого закончилась тара. И лес можно почистить от мусора. Прошу прощения за скрипт. Нож я думаю есть у каждого. А вот таких бутылок в лесу ребята правда хватает. Вот сейчас нашла и села на дереве. Значит у нас есть пятилитровая канистра с под воды. У нас есть пустой рюкзак абсолютно. Который в принципе вместит в себя определенное количество грибов и не помнет их. Поэтому я решила собирать печеночный гриб. который подкрашивает грибы. Он может покрасить мои грибы в пакете. Поэтому он отправляется сюда. Места еще достаточно много. Еще бы одна вместилась я думаю нормально. Рюкзак в принципе не такой уж плотный дышит. Идем дальше. Трутовик серно-желтый красивый нашла. Рассветку такую еще никогда не видела. Свежачок прям. Ну вообще белый такой оранжевый внутри. Молоденький мягенький. Красота. Вы такой когда-нибудь видели по цвету? Красивенький. Жарко уже становится в лесу. Грибочки моментально портятся. Класс. но не кончаются. Хорошая попалась печеночница. Сейчас я ее срежу и положу в свой рюкзачок для печеночницы. Еще мне посчастливилось найти пару белых бронзовых. Посмотрим их на качество. Конечно они плохие. Они червивые. Сто процентов видите нога дырявая. Это сильно заметно по ноге. Так это гриб твердо конечно но внутри червивый. И второй здесь рядышком тоже. Второй тоже такой же. Староватенькие они конечно сегодня у них уже качество так себе. Вот такое сегодня качество грибов как видите. приближу вам покажу что видно было. такие вот. Еще одна печеночница. Смотрите как она ловко прячется в дупле. Ух ты какая! и не достать. Спряталась. Отдайся. Все она там засохнешь. Ха-ха! Видали? Размеры. Потянула называется печенку. Прям вырвала с корнем. Резала резала получается надрез сделала вытянула с корнем почти. Пара яичных грибков кисарят кисарят одно и второе свежачки замечательно. Какая картина семейка тут стоит. Чуть дальше еще там яичко одно стоит. Красивое пакетик яичный тоже наполняется. Скоро буду к печенке докладывать. грибок далеко оказалось одно а на самом деле не одно. Малыш еще пробивается. Слушайте будут еще грибы потому что только только клюнут они проклевываются. Здорово. Тут еще одно чуть дальше присохшее. Красота же. Смотрите какой. Просто прелесть. Они грибочки. Красота. Сказка. А здесь теньки так плохо видно. Смотрите как красиво. Прямо из земли бедненький пробивается растолкал землю. яичный. Чудо природы наше. Здорово. Слушайте ну сегодня просто какой-то грибной бум. Грибы сполошились прям. Лезут и лезут. Смотрите летом такого не было как сейчас. Это вообще я в шоке если честно. Такого действительно у нас не было чтобы вот такой массовый слой шел. ну вот это нам повезло. Слушайте ну шла же я этой тропинкой. А вот пожалуйста живое доказательство того что они углубляются просто на глазах. Класс свежачок. Суперский. Красавец. И рядом с ним смотрите один два второй плохой встала просто от маленького отошла смотрю а здесь еще вот три четыре и пять и надо вот в этой ежевике сейчас посмотреть еще видите прям в ежевике прям в колючках везде короче везде грибы растут вот так вот просто пробивает сухую землю и лезет яичко уже складывать некуда но горшочек все еще варит красный такой яркий шикарный печенки пожалуй на сегодня хватит наверное так много взяла что с ней делать не знаю хорошая видите как сочится чистая свежачок ох телепая уже на выход время 11 утра сегодня прям долго и смотрите что на выходе нашла не знаю что это сейчас вместе с вами будем это идентифицировать потому что это скорее всего колоболетус который горчит дубовик глубоко коренящийся или что-то еще да смотрите обычно под шляпкой губка желтая которая синеет моментально на срезе этот гриб будет немножко розоветь да это он давайте поэкспериментируем с ним сейчас нам было палочку взять с палочкой напишем что-нибудь красивое на нем видите как синеет сразу а почти похоже Вот так А вот почти у машины Под ноги бросился, красавчик Никак не хотят меня из леса выпускать И хорошенький такой прям Точный Аж лопнул по колесу Ой, нога твердая Сразу яйцо там осталось Потому что корни не дали Пробиться дальше Хороший Последний уже Да елки-палки, смотрите, они меня отпускают Вот, пожалуйста, еще печеночный гриб Ну, сочный какой-то, безобразие Просто красивый, посмотрите Обалдеть Ну, когда я домой поеду, непонятно Такие, ну, большие, ну, грех не взять Конечно же заберет Кристинка их приютит у себя В морозильной камере Куда ж от них деться Тут еще малыши будут лезть Наверняка Пускай лезут Музыка Добралась до машины Считаю свой улов Ну, смотрите Сегодня сколько цезаря Огромная моя большая корзина Уже цезаря бедненький ломается Хотя я его отрезала от ног Шляпки, да, вы знаете Пакет Это первый, который я пакет принесла Вместе с корзинкой Вот сейчас я пакет набрала Полный А вот это вот печеночный Получается вот это пятишка обрезанная Полная Печенки И еще одна большая попалась Ну, это же еще не все Класс Молодцы Молодцы, что хочу сказать Кто сегодня молодец? Мы молодцы Все, ребята На сегодня Будем с вами прощаться Едем домой все это перерабатывать И отдыхать Наконец-то Наконец-то у нас наступил Нормальный грибной сезон Порадуйтесь за нас Всем пока Субтитры подогнал «Симон»